В начале осени в Тольятти в парковом комплексе истории техники прошел уже второй ретро-фестиваль. На сей раз главным его героем оказался ВАЗ-2103. У этой модели нынче юбилей. 50 лет назад, в сентябре 1972 года, начался выпуск автомобиля ВАЗ-2103. Поэтому нынешний фестиваль мы приурочили к этому замечательному юбилею. На площадке собралось более 120 автомобилей. Помимо двух десятков отлично восстановленных троек, встречались и другие, куда более экзотичные модели. Автомобиль Lada Samara Fan выпускался в Германии фирмой Basse по заказу фирмы Deutsche Lada, импортеру наших автомобилей. Тираж автомобиля, о котором известно, 3-3,5 тысячи. Приехать на фестиваль мог владелец любого автомобиля, выпущенного более 30 лет назад. Это автомобиль ГАЗ-2413. Это, ну, кто-то называет скорая помощь, по факту это называется санитарный автомобиль. Большую часть своей жизни эта Волга работала в Крыму. В салоне сохранились носилки, сиденья для врачей и внутренняя перегородка. Автомобиль был куплен 6 лет назад на фоне детских воспоминаний. Вот. И приведен вот в такое состояние. Разбирался кузов, разбирался двигатель по ходовой. Была проведена огромная работа. Восстановление подобной техники куда более сложная задача, чем может показаться на первый взгляд. Машина 65-го года выпуска. На сегодняшний день ей 57 лет, этой машине. Поэтому находить запчасти иногда возникают определенные сложности. Каждое утро, как ритуал почистить зубы, умыться, у меня каждое утро во время проведения работ начиналось с мониторинга социальных сетей с досками объявлений, мониторинга досок объявлений в интернете, что за ночь появилось, какие интересные запасные части. Активисты ретродвижения видят в нем и образовательную миссию. Это же история, как же люди, дети, они должны знать, что производили, что происходило в те времена. Без этого невозможное, наверное, развитие общества. У нас появился опыт определенный. Мы избежали многих ошибок, которые были в прошлом году. Стали больше знать, доверять. И объективно людей стало больше. А мы пожелаем, чтобы слет вазовской классики стал доброй тольяттинской традицией и проходил ежегодно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова